Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир нет войне! Всякие разные, всякие разные, в общем, напоминают иногда в отношении меня, что я никакой не ножевой дизайнер и прочее, прочее, я с этим абсолютно согласен, то есть я на себя не беру, я не ножевой дизайнер, несмотря на то, что у меня было несколько довольно интересных, на мой взгляд, неплохих, на самом деле, дизайнов, вот прям они как минимум интересны, заслуживали внимания. Так вот, если взять за данность, что я не дизайнер, все-таки я время от времени что-то там рисовал и в далекие времена, еще до ультрасовые времена, у меня до сих пор хранится где-то эскиз, нарисовал я вот этот вот нож, только немножко лучше. Я вам сразу же скажу, в чем была, вот вы можете себе так немножко представить. Вот у меня был ровно-ровно именно вот такой вот клиночек, вот милипусенький клиночек, но у меня была более симметричная рукоять, которая, по сути, это был такой именно брусок, больше выполнявший, наверное, функционал скорее даже такого, знаете, зажатого в кулаке болта, то есть такого кастетный момент. И вот этот вот именно коротенький клиночек, он непосредственно был рассчитан, ну конечно же, там на вскрытие каких-то упаковок и посылок, но по факту это был именно расчет на то, что при очень коротком клинке, при, скажем так, ну давайте говорить откровенно, если вы делаете какой-то укол и так далее, то есть это получается не сильная глубина, здесь дело не в каком-то человеколюбии, а в том, что само по себе движение вперед и возвратно, оно получается гораздо более коротким и за счет того, что клинок широкий и именно что толстый, там получается просто капец что. Вот такой вот был концепт, даже может быть когда-нибудь это дойдет с кем-нибудь где-нибудь до производства, почему? Потому что, повторюсь, вот именно концепт такой же, но сама по себе реализация очень сильно не похожа, вот клинок похож, да, вот, плюс самое главное отличие того ножа, который я как бы не придумал и как бы не выпустил, это то, что у меня была совершенно другая именно концепция, слово повторяется, понравилось мне слово сегодня, ножен, вообще другая, там совершенно другой принцип работы, то есть гораздо-гораздо все быстрее, стремительнее, незаметнее, удобнее. Почему? Потому что вот такая вот, на таком ноже вот такой вот кайдексный лопух на теклоке, он вам пригодится исключительно, если вы где-то вниз рукоятью фиксируете этот нож, именно что на снаряжении, но на снаряжении крепкие ребята в юниформ, как правило, крепят ножи, которые не только там какой-то именно дают последний шанс, то есть вот нож вот этот вот в чистом виде, это именно клинчер, это именно очень короткая дистанция, быстрое извлечение, быстрое-быстрое, чтобы успеть потом бац, а вот, то есть это именно, что клинчер, как есть, вот, а располагать такой нож на снаряге, как правило, все-таки крепким ребятам в юниформ, им нужен еще какой-то функционал, не носить же два ножа, правильно, на себе там или три, это как бы не совсем разумно, поэтому здесь лично для меня, при всем уважении к Ontario Knife, которые изобрели такой замечательный нож, лично для меня здесь вот такой здоровенный кайдекс на теклоке, это перебор, носить его на поясе, где-то под одеждой, вполне возможно, да, я сразу представил какого-то именно, здесь видите, все время нужно делать поправку на американизмы, потому что эти компании американские, они рассчитаны на внутренний, на свой рынок, и как раз-таки какой-то крепкий парень, в кожаной куртке, в ковбойской шляпе и так далее, в любом случае это удобно, извлекаемо и изножен именно за счет того, что здесь вот эта платформа, она отдаляет рукоять от вашего жирка на боках, и можно действительно мгновенно буквально выхватить нож, это да. Плюс, так или иначе, еще один плюс, который нужно обязательно упомянуть, то что теклок у нас можно поставить нож горизонтально, а как раз-таки для такого ножа это очень важно, почему? Потому что это у нас чистый самооборонник, это чистый, сейчас не надо разгоняться на тему самообороны с ножом, мы сейчас не юридику разбираем, мы разбираем функционал ножа. Так вот, вся фишка в чем? В том, что самое главное в плане именно backup knife, это то, как быстро вы его выхватите, насколько легко, быстро, а самое главное для вас безопасно это будет происходить, и насколько, грубо говоря, твердо вы будете, ну, удержание в руках, это, конечно, в чистом виде физика, тут как бы, кто мало каши ел, мало пива пил, тот и слабо нож держит в руках, здесь именно смысл. Вот я вам расскажу, почему я изобрел когда-то похожий нож, но до сих пор дело не дошло, потому что ты, когда берешь вот эту вот рукоять, ты ее именно изо всех сил, здесь нет никаких компромиссов, ты со всей дури сжимаешь, для чего? Для того, чтобы именно зажатые в руках вот этой вот рукоятью, ты мог как следует стукнуть, там, я не знаю, то есть это вот здесь немножко они сыграли именно в нож, потому что по факту это должен был бы быть больше кастет. В таких раскладах для такого ножа, я считаю, обязателен стеклобой, почему? Потому что это нож городской, это нож, бэкапный, это нож, там, можете называть его, последний шанс, как угодно и так далее, и так далее, и предположить, что вот у вас это единственный нож с вами, и вы отдельно носите какой-то тул со стеклобоем, может быть да, а может быть и нет. Очень классная сковородка Tefal на клинке, прям вах, пелта, первых пелтов напомнила. Часто пелты уже делают там из DLC и с чем угодно. Вот, то есть здесь как бы нет никаких вариантов, нет никакого дартаньянизма, то есть не надо там, здесь очень удобный, кстати говоря, диагональный хват у этого ножа за счет подъема обуха вот здесь вот с насечкой и глубокая подпальцевая, то есть здесь получается, что при всем при том, что сжимается все здесь конкретно, большой палец давит вперед, указательный на себя, невероятно классный диагональный хват. Отвертка хуже, здесь диагональ лучше. Но вот как я вижу этот нож, это именно зажать со всей дури прямым или обратным хватом, скажем, какие-то там делать манипуляции и так далее, и так далее, и если совсем не помогло, вот тут, сука, только тут нож извлекается из ножа. В этом была вся задумка, понимаете? То есть он до поры до времени не вступает, как говорится, в игру. Зачем вам лишние проблемы там с объяснением? Офицер, я просто хотел поточить карандаш, чем до меня докопались. Кто это? Да я его не знаю. При чем тут кровь? Что вы там, офицер? Я знаю свои права и все такое. И прочий твин пикс, короче. Классный, классный живопыр. Здоровский. Так, время ТТХ на канале Архадыр. Нона. Не Нона, а Нуна. Ontario Knife. Или Нуна. Вы говорите Нона, а человек, которому вы противостоите, говорит Нуна и уходит в туман. Бегом причем. Номер модели 8743, дизайн Ontario, длина 178 мм, длина клинка 64 мм. Браво, брависсимо! Можно даже 60 мм. Здесь, чем меньше, тем лучше. Здесь клинок играет совершенно четкий функционал. Он не для того, чтобы кого-то нашампуривать шпагой, там, берегись каналии и так далее, и так далее. Совершенно другая тема. Кстати говоря, вот сразу вам скажу, сюда ставим указательный палец, вот вырез. Опять же, большим подстраховым, и вот вам уже аккуратное ковыряние. Ширина клинка 27 мм, высота спусков, если это можно так назвать, 12,5 мм, при толщине в 4 мм, да и хрен-то с ним. Опять же, посылочку вскроет, какую-нибудь помидорку худо-бедно нарежет, но не для того, мама ягодку растила, как говорится. Как вы видите, у нас кинжальные формы клинок с такими фальшаками, что никаких сомнений не остается в том, для чего это все рисовалось. Порошковое покрытие, powder coating у нас, финиш клинка, повторюсь, очень-очень, сейчас я вам наведу, очень похож на сковородку Tefal. Мне очень нравится такое покрытие. Сталька, нержавейка 420, то, что нужно, здесь не нужно никаких там порошков и так далее, и так далее. Совершенно про другой инструмент. Рукоять micarta, такая с лохмутиками, прям аутентичная, что-то нацистское, нацарапана на рукояти. Вот, или это можно просто закрашивать каким-нибудь маркером, сколько раз отбивался от бандерлогов. Вот, классный нож, вот классный. Вот я говорю, что действительно, я не знаю, вопрос доверия к моим словам, это вопрос вашего отношения как бы ко мне. То есть, вы можете мне не поверить и так далее, и так далее. Но вот совсем недавно я вам показывал нож CRKT, который я когда-то придумал, но он не увидел пока что. И не факт, что когда-то увидит какую-то реализацию. И он был мною придуман немножко круче, чем тот, который я вам показывал. И вот ровно-ровно такой вот пырельничек, но немножко с другой задумкой. Ну, кто знает, я говорю, если бы я на эту тему вот прям разгонялся бы и занимался бы этим, наверное, возможно, может быть, что-то и получилось бы. Потому что я как тот человек из анекдота, который просит у Бога денег, вернее, выигрыш в лотерею, и Бог ему говорит, да в конце концов, дубина, купи лотерейный билет. То есть, я точно знаю, что как бы есть компании, которые со мной были бы не против замутить. Но если я их не долбаю, то так все это и стоит в мертвой точке. Ну, окей, ладно. Как говорится, ничего страшного переживем. Вот, классный. Так, фулл танк, вес 159 грамм. И вот это тот случай, когда я скажу, неплохо, нормально. Такой нож, чем больше весит, тем лучше. Почему? Смотрите 12 минут до этого, о чем я говорил. Так, кстати говоря, вот эти вот крики за окном, это не Хичкока снимают. Это у меня здесь неподалеку детвора. Там с каким-то тренером. Тренер, судя по голосу, какой-то прям такой усатый сержант. Он там что-то им командует. Они носятся и верещат с таким удовольствием. Прям хочется пойти, пойти и тоже где-то побегать, чтобы ты тебя поорал кто-нибудь. Вот. Кайдекс Теклок. Так, на Ламни он стоит 62 евро всего. И сам по себе нож из серии Фортуда Нона. Тактический нож с коротким клинком. Это я уже читаю описание. Предназначенный для боя на ближней дистанции. Собственно говоря, что я вам и сказал. То есть, сам по себе концепт ножа невероятно классный. Я бы сделал чуть-чуть немножко по-другому. Может быть даже сделаю когда-нибудь чуть-чуть немножко по-другому. Но сам по себе концепт просто идеальный. Просто охренительный. Вот такая вот акула. Вот такая вот красота. Да, ребят, спасибо за просмотр. Всего доброго, пока. Продолжение следует...